Ребята, всем привет и доброго времени! В общем, разобрался я, почему он у меня плохо работал на бензине. Подсобрал все до кучи. И вот что у меня получилось. Немножко более подробно, чем в первый раз. Вот такая вот подгонка дроссельной заслонки. Приходится просто расширять дырки в нужные направления, чтобы этот дроссель стал просто по крепежу. Можно было сделать переходную пластину, но я не стал так сильно заморачиваться. Просто вот видите, как рассверлил, здесь вырезал болгаркой, здесь рассверлил, рассверлил и рассверлил. Ну, такие дела. Вот, видите, как получается дроссельная заслонка с газели. Теперь стоит на месте. Ну вот, смотрите, ребята, я иду. И по мере всех проблем решаю вопросы. Здесь стоял родной регулятор холостого хода. Я его отсюда удалил. И за место него буду ставить газелевский. Вот, что я сделал. Вкрутил сюда штуцер, просверлил его сбоку, чтобы вакуумная трубка, вот эта вот она работала. Все просверлено. Он вкручен. Подошел идеально, с резьбой. Сюда подходят вот такие вот детальки. Вот она раз. Это здесь стоит клапан. Клапан газового оборудования. Вы его снимаете. И здесь резьба четко подходит. Но она здесь коротенькая. Ее придется болгаркой вырезать, чтобы тот штуцер работал. Вот, кстати, регулятор холостого хода. А второй вариант, который сделал я у себя, вот это, вот она, хлопушка. И вот в хлопушку вкручивается штуцер. Я его выкрутил. Вот в похожей хлопушке. Он был такой вот под уголок. Я его выкрутил и вкрутил туда. Ничего не сверлил, ничего не переделывал. Все отлично стало. Потихонечку процесс движется. Вот так вот я изготавливаю укрепление тросика под газельский дроссель. Сварка, болгарка и все остальное. Вот, смотрите, ребята, уже шкив приварен. Сейчас он будет конечным устанавливаться на свое место. Уже дроссель стоит на месте. Прикрепление тросика. Тросик, правда, ушатанный. Будем его менять на другой. Регулятор холостого хода вот так вот стоит. Прям аккуратно, красивенько все. Вот он, второй шланг, выведен вот сюда вот на сапун. Его надо обрезать и здесь с этим совместить. Это мы все сделаем. Вот все в процессе. Ребята, ну что, смотрите, я на форде тут уже собрал, поставил дроссельную, дроссельную подсоединил, распредвал поставил, коленвал поставил, датчик температуры поставил, регулятор холостого хода. Короче, поставил все, кроме датчика впускаемого воздуха, датчика температуры впускаемого воздуха, датчик детонации, ну и распредвал под вопросом. Я его здесь подточить подточил, но насколько там он близко к распредвалу, не знаю. Вот, сейчас буду заводить, смотреть, как она работает, что она вообще покажет. Пока у меня сами мозги запитываются чисто от аккумулятора. Пока я еще до этого момента не добрался. Ну а сейчас иду, завожу. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то ей очень сильно не понравилось в моей схеме. Льет, заливает ее. Вижу, ДМРО и слетела. Ставим его на место. Так, форсунки на месте все. Форсунки все на месте. Попробуем еще разок. Что-то явно идет не по плану. Буду проверять метки. Ну что, ребята, вот он он. Работает на газельских мозгах. Форсунки без всяких прошивок. Просто тупо вот взял, поставил и все работает. Но работает плохо. Ну как, вот. Видите, работает, но плоховастенько. Я считаю, что это плоховастенько. Плоховастенько почему? Датчик температуры воды. Вот он. Он не видит температуру, такую, какая там должна быть. Он должен стоять вот здесь. Здесь тройник лопнувший. Термостат. Его надо менять. Стоит жигулевский. Это тоже надо дело менять. ДМРВ здесь тоже непонятно в каком состоянии. Но оно стоит. И тем более, видите, соскочила гофра. Гофру поставил. Вот теперь, ну, то есть, изменений нет. Я, соответственно, могу сказать, что ДМРВ здесь неисправно. Его нужно будет менять. Вот. Это мы будем делать все. Потом также двоечка давления топлива. Тоже это будем делать. Нужно, чтобы давление было побольше. Хотя бы два с половиной. Вот. Хотя бы два с половиной. Но при всем при этом, вы видите, автомобиль работает. Работает довольно неплохо. Также я не знаю, рабочий здесь датчик распредвала. Нерабочий. Я поставил старый. Вот. Машинка вот так вот немножко дымит. Парит. Но никаким не белым. То был прям черный дым. Сейчас не сизый. Просто беленький дым парит. Машина долго стояла. Не заводилась. Я думаю, когда она основательно прогреется, это дымление пройдет. Ну, а так в целом, видите, как работает на бензине, не на газу. На газелевских мозгах, ребята. Вот он, микас. Ну, теперь мне нужно, нужно, нужно разобраться со штатной проводкой, чтобы у меня был спидометр и был тахометр. Поставить воздухан на место. И можно, в принципе, ехать, проходить техосмотр и отправляться в ГАИной регистрацию. Ну, такие дела. Ну, а пока я буду сейчас дальше убирать всякие мелкие сопли. Такие, например, как вот эти вот провода. Найду спидометр, найду тахометр. Установлю назад сюда колесо. Колесо было снято, чтобы у меня было видно шкид. Ну что, а об этом и остальном я расскажу уже в следующей серии. Потому как одну огромную серию и в ней обо всем рассказать не получается. На этом всем добра, всем пока. Удачи и смотрите конечные ссылочки. Там будет много по этому автомобилю.